На связи Украина 365 В частности, представители главы оккупационной администрации Ленида Пасечников утверждают, что состоялась атака шести ракет Атакамс. Представители украинского командования пока не комментировали события в Луганске. Но блогер Денис Казанский обнародовал фотографию с места прилета ракет. По его словам, под обстрел попала база в СРФ. Также опубликованы спутниковые снимки военной базы в Луганске, куда попали ракеты. На них видна российская военная техника. Внутри было много личного состава, отмечает блогер. В захваченном россиянами Крыму в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу 7 июня повреждены две радиолокационные станции. Один российский военный ранен. Об этом сообщает телеграм-канал Астра со ссылкой на источники в оккупационных и экстренных службах Крыма. Согласно данным СМИ, под удар попала воинская часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма. Ранее, 7 июня, Минобороны страны-агрессора РФ сообщила, что российское ПВО якобы сбило 28 украинских БПЛА, 11 из них над Крымом. О том, сколько дронов было запущено, в министерстве не уточнили. СБУ за последние два месяца поразило нефтеперерабатывающей мощности России, который приносит врагу 55% экспортной выручки. Об этом на первом ежегодном саммите свободы США-Украина, который проходит в Вашингтоне, заявил один из руководителей спецназа СБУ. Имя скрыто из соображений безопасности. «За последние два месяца поражено, в частности, много нефтеперерабатывающих мощностей РФ, благодаря чему мы на треть сократили экспорт нефтепродуктов, а это 55% вражеской военной выручки. Это валютная выручка от экспорта нефтепродуктов», сообщил он. Буквально несколько дней назад россияне начали хвастаться тем, что начали устанавливать на мотоциклы, которые для врага являются штурмовым и логистическим средством, мангалы от дронов. И вот уже появилось видео с уничтожением такого мотоцикла FPV-дроном. На видео видно, что вражеский мотоциклист банально заблудился, потому что развернулся на перекрестке в зоне обзора украинского Мавика, и на такую цель был откомандирован FPV-дрон, догнавший мотоцикл и поразивший его. Как отмечает Defense Express, на этом можно было бы уже поставить точку, но дело в том, что при всей нелепости мангала на мотоцикле он сработал, ибо на следующих кадрах видно, как от уничтоженного мотоцикла бежит мотоциклист. Хотя нужно отметить, что количество лиц, которые были на этом транспортном средстве, неизвестны. Возможно, это был мотоцикл с коляской, тогда речь о трех лицах, одному из которых удалось выжить. Другое дело, что речь вполне возможно шла о кумулятивном боеприпасе на FPV-дроне, не имеющего соответствующего противопехотного эффекта. Но, как кажется, на фоне этого эпизода, мангаломания в армии РФ распространится и на мотоциклы. И стоит напомнить, что теперь в армии РФ мотоциклы используются как для штурмовых действий, так и для логистических операций. В частности, на днях в сети появились фото с превращением мотоцикла в средства подвоза боеприпасов, минометных мин. Две из которых должны крепиться на сам мотоцикл, а еще одна – перевозиться в рюкзаке мотоциклиста. В Подмосковье неизвестный обнулил пропагандиста Антона Яговцева. Он был зампредом организации «Зов народа» и писал доносы на российские знаменитости и публичных лиц, которые, по его мнению, недостаточно патриотичны или же имеют антивоенную позицию. Также стучал Яговцев и на представителей ЛГБТ-сообщества и был частым гостем федеральных каналов, поддерживая агрессивную войну против Украины. Сообщается, что его убили у подъезда с собственного дома. Украинские силы обороны успешно контратаковали и отбили у российских войск поселок Калиновка к северу от Часова Яра. Об этом сообщает аналитик Билд Юлиан Ребки. В анализе отмечается, что при наступлении на Часов Яр к западу Бахмута российская оккупационная армия использует тактику двойного удара. В СРФ напрямую атакует микрорайон «Канал» на востоке города, а также обходит его с флангов. В Билд напоминаю, что в конце апреля российские оккупанты продвинулись на юге и достигли канала «Северский Донецк» Донбасс. На севере они недавно захватили поселок Калиновка и также вышли к каналу. При этом микрорайон «Канал» полностью разрушен, но остается в руках украинских защитников. Однако, как пишет Билд, на днях в ВСУ успешно контратаковали и отбили Калиновку. Украинские войска отбили большую часть Калиновки и оттеснили российских оккупантов от канала у Часова Яра. Говорится сообщение. Российские оккупанты завезли в порт в Новороссийске в РФ крылатые ракеты «Калибр». Их выгрузку в порту обнаружили участники партизанского движения «Атэш». Агентам нашего движения, которые работают в порту, удалось разведать процесс выгрузки крылатых ракет «Калибр» в порту Новороссийска. «Мы работаем над идентификацией складов с данными ракетами», – говорится сообщение. Партизаны проинформировали, что изучают графики прибытия кораблей и передают эту информацию в нужные руки. Франция передаст Украине боевые самолеты «Мираж-2005» и запустит программу подготовки украинских пилотов для обучения управлению истребителями. Об этом вчера заявил президент страны Аммануэль Макрон. По его словам, подготовка начнется уже этим летом и займет 5-6 месяцев. Соответственно, передача самолета произойдет ближе к концу года. При этом Макрон отметил, что Киев получит право использовать «Мираж-2005» для ударов по объектам на территории РФ. «Мы не разрешаем вам использовать оружие, чтобы атаковать гражданское население, но чтобы нейтрализовать точку, из которой вас атаковали, да», – сказал президент Франции. По данным Форбс, Париж может передать Киеву около 20 истребителей «Мираж-2005», которые являются модернизированной версией «Мираж-2004» поколения. Главная и единственная рациональная цель «Мираж-2000» для Украины – это запуск дальнобойных крылатых ракет «Скальп» или «Штормшедо» по целям в российском тылу. По словам экспертов, самолет был специально заточен под них. Американские F-16 к этим ракетам не приспособлены. «Мираж-2000» также может сбрасывать управляемые авиабомбы «Асом». Дальность поражения этих бомб до 60-70 километров, а боевая часть – 125, 250, 500 и 1000 килограмм. Выступая перед национальным собранием Франции, Зеленский поблагодарил парламентариев на французском языке и в ответ был достоин минутной стоячей овации. Обратите внимание, что по плодированию Зеленскому встала даже лидер французских ультраправых и давняя подельница Путина Марин Лепен. Важный момент еще и в том, что партия Лепен, национальное объединение, на сегодня более чем два раза опережает партию Макрона и Сежурное Возрождение накануне выборов в Европарламент. 33% против 15%. Завоевать симпатии ультраправых на сегодня – одна из главных задач Украины на внешнеполитическом треке. На Рост ТВ начали находить несостыковки в методичке Кремля. Пропагандисты неоднократно заявляли, что Киев якобы русский город и они хотят его вернуть. Но при этом российская армия систематически атакует его ракетами и дронами. Поэтому у приглашенного к пропагандистам так называемого эксперта появился весьма логичный вопрос – а зачем бомбить Киев? С этой вашей идеей, что не надо никому отдавать Украину, причем всю, я абсолютно согласен. Но вы как русский гражданин, конечно, не хотите никому. Вы себе сами противоречи. Если мы не хотим отдавать Украину никому, зачем бомбить Киев? Когда кремлевский нарратив посыпался, Соловьем начал нести всякую чушь о якобы нацистах и якобы небесном гневе. Объяснить, зачем же бомбить мирный город у него так и не получилось. Потому что нахрен надо всю нацистскую сволочь уничтожить. Подождите, подождите. Вы будете уничтожены. Если говорить не о войне. Не мною. Ну нельзя не говорить о войне. О небесном гневом. О небесном гневом. В порт Гаваны прибудет группа кораблей ВМФ России для проведения военно-морских учений. Об этом сообщило Министерство вооруженных сил Кубы. Визит намечен на 12-е и 17-е июня. В состав войдут атомная подлодка класса Ясень, носитель крылатых ракет Калибр Оникс и Циркон, фрегат класса Адмирал Горшков, носитель КР Калибр Оникс Циркон, танкер проекта 23-130 Академик Пашин и спасательный буксир проекта Р-5757 Николай Чикер. Куба заявляет, что корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы. США также не считают эти учения угрозой своей безопасности. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила. Слава Украине